Кировск вновь победил. На этот раз, правда, речь идет не о жителях города, достигших успехов на спортивной или культурной арене. В рамках 14-й международной конной выставки «Эпосфера-2022» состоялся чемпионат краса аборигенов и лошадь кировского конного клуба «Ласточка» взяла серебро. Зовут вот эту красавицу музыка. По итогам чемпионата аборигенных пород лошадей у нее среди годовичков кобылок мезенской породы титул вице-чемпионки. Больше подробностей о триумфе музыки узнаем прямо сейчас. На связь со студией «Народного» выходит руководитель конного клуба «Ласточка» Ирина Мазуренко и владелец музыки Владимир Полянский. Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте! Ирина, поздравляем конный клуб «Ласточка», поздравляем вас, Владимир, с победой и ждем подробностей, что это были за соревнования и какие свои таланты потребовалось продемонстрировать музыке. Мы участвовали в виртуальной выставке аборигенных лошадей. Выступали 90 лошадей аборигенных пород. И наша малышка-музыка среди кобыловичков заняла второе место. Что требовалось от музыки? Ей надо было показать свою красоту, свой экстерьер, свои движения на разных калюрах. Ей пришлось красиво ходить, красиво бегать. И по всем экстерьерным положениям она у нас получилась вот такая вот красавица. Для музыки это дебют, я правильно понимаю? И сразу вот такой успех. Да, мы первый раз участвовали в таком выставке. Это был дебют для музыки и для нас. Ну, тем более вас поздравляем. Владимир, расскажите о музыке, сколько ей, откуда она и какое будущее ее ждет, какие соревнования, какие задачи перед ней ставят тренеры. Ну, музыки полтора года. Так как у нас лошади возрастные в клубе, вот решили немножко обновить поголовье и искали, на какой породе остановиться. Так как южные лошади не все подходят для наших северных условий. Его случайно узнали именно о мизинской породе. Так как это северная порода именно, что она не боится ни мороза, ни снега. Очень покладистые. Именно и для импотерапии, и для детей. В двух словах к вам вопрос. Насколько все-таки это хлопотное дело владеть лошадью? Ну, именно на севере у нас это очень хлопотное дело. А так даже потому, что у нас даже трава не стоит, можно сказать, нет ни пазмы, ничего. Из-за чего все лето в осень, мы стараемся быть, ну, ты, можно сказать, все время проводишься в свое время, все свободное время. Хочу напомнить нашим телезрителям, что наш телеканал неоднократно, конечно же, рассказывал о конном клубе «Ласточка». Наши съемочные группы частенько наведываются к вам гости, но за переменами создаются впечатления, не поспеваем. Напомните, Ирина, нашим телезрителям о том, как развивается ваш клуб последние два года, и какие этапы масштабного проекта развития клуба уже позади, а какие еще впереди. Да, последние два года у нас очень много изменений. Вот сейчас мы с вами находимся в новой конюшне, которую нам подарили область, город. Так, с большой помощью администрации в Мурманской области у нас построена такая новая конюшня. Большие проекты по развитию входного парка, где могут заниматься дети круглогодично. Конечно, в наших суровых снежных условиях нам хотелось, чтобы занятия для детей были ежедневные, регулярные. К счастью, у вас очень много друзей, которые вам помогают, поэтому все задуманное, хочется верить, будет воплощено в жизнь. Да, спасибо, да. Друзья у нас, спасибо, есть, которые нас всегда выручают. И когда надо расчистить нас, раскопать, вилки привезти, есть замечательные друзья. Спасибо всем. Спасибо и вам, Ирина и Владимир, что нашли сегодня время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо. Успехов вам.